В этом году посевная кампания в агрофирме Дубна Плюс началась на 10 дней раньше по сравнению с прошлым годом. 21 апреля в поля вышли бороны, культиваторы и сейлки. После культивации в почву вносятся минеральные удобрения, мячные селитры. На 1 гектар расходуется примерно 150 килограммов удобрений. После этого тракторы еще раз культивируют почву и приступают к посеву семян. Загрузка сейлок происходит прямо в поле при помощи шнека, установленного на грузовике. На посеве работают сейлки точного высева европейского производства. За два дня удалось посеять 43 гектара овса. Ну, во-первых, хотел бы поздравить всех с весенним, с началом с весенних полевых работ. То бишь, это уже для нас является праздник. Соответственно, пользуюсь случаем генерального нашего директора поздравить всех за то, что технику подготовили главного инженера Моисеева Ивана Егорыча, начальника гаража Вещенкова Ивана Михайловича, за то, что подготовлена техника, с которой мы сегодня со вчерашнего дня, 21-го, мы вышли на весенние полевые работы и начали отсевать овес. Большую роль в производстве играет человеческий фактор. Под руководством генерального директора хозяйства Виктора Сидорова, исполнительного директора Валерия Лизунова, главного инженера Ивана Моисеева, начальника АТП Ивана Вишнякова, была проведена блестящая подготовительная работа к весеннему севу. Тракторами и автомобилями управляют механизаторы и водители с многолетним стажем. Михаил Шведов, Николай Плиско, Вячеслав Коробов, Михаил и Виктор Караваевы, Владимир Морозов и другие. Овса у нас запланировала 100 гектар, ячменя 300 гектар, кукурузы 450 гектар, ну а зимы, соответственно, они 200 гектар у нас идут в этом году. Остальное идет подсев многолетки и однолетних трав. Спасибо. Ну, а объемы кормовой культуры, наверное, на том же уровне? Да, как в прошлом году. Грубо говоря, запас только будем делать 10% запас, чтобы переходящий был запас по кормам, но остальное как на уровне прошлого года. В мае, когда почва прогреется окончательно, начнется сев кукурузы. Животноводов по-прежнему беспокоят регулярное повышение цен на дизельное топливо, семена и удобрения. Например, килограмм семян люцерна стоит 400 рублей, а кукуруза 75. Поэтому аграрии стараются закупить топливо и другие расходные материалы впрок по прошлогодним ценам.